Не случайно почетные гости, посещающие Россию, неизменно приезжают в Казанский федеральный университет. На этот раз директора и преподаватели китайского языка и культуры собрались в стенах КФУ на 10-м форуме директоров институтов и классов Конфуция. Будут обсуждать, что мешает дальше развиваться, какие предложения будут для улучшения нашего взаимосотрудничества. Вот о таких вещах будем говорить. Собравшиеся на форуме единогласцы согласились с тезисом, декламирующим успешность проекта Институт Конфуция, работающего на площадке Казанского университета. Впрочем, высокий уровень проекта отмечен и по всей России. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров особо отметил высокий уровень включенности университета в межгосударственный диалог. Как вы, наверное, знаете, Востоковедение в России берет свои истоки именно Казанского университета в начале еще 19 века, когда в стенах университета первой в России была создана школа Востоковедения. Также ректор отметил, что российско-китайские отношения развиваются стабильно и успешно. Россия и Китай продолжают взаимодействовать в сфере образования и культуры. Студенты активно принимают участие в программах обмена. Наблюдается численный рост студентов и аспирантов из Китайской Народной Республики. Но показателем улучшения и роста наших отношений является не только рост товарооборота, но и то, что увеличивается академическая мобильность студентов, преподавателей. Вот на данный момент в Казанском университете обучается около 600 китайских граждан, а китайский язык изучают около тысячи человек. На форуме объявили, что уже в скором времени может быть создана целая сеть центров русского языка в Китае, а также расширены возможности институтов Конфуция в России. Все вышесказанное в совокупности позволяет убедиться в силе уникального переплетения культур, взаимовыгодных экономических проектов, интереса к изучению культуры представителями стран и по-настоящему дружеских отношений, как на межгосударственном уровне, так и среди студентов и преподавателей университета. Аделя Шмилова, Роман Самарин, Универньюз.